Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Продолжаем разбирать основные события финансовых рынков, смотреть, как они отработали на площадках, каким движением появились, что произошло с евро, фунтом, американской валютой, нефтью и прочими инструментами, которые мы некоторое время назад определили в нашем долгосрочном инвестиционном портфеле. Повестка сегодняшнего дня, друзья, представлена в основном американской статистикой. Сегодня в 16.30 будут опубликованы данные по заявкам на пособия по безработице. Я думаю, что на этот отчет мы обратим меньшее внимание, потому что знаем уже те тенденции, которые были сформированы за последнее время. Знаем то, что на текущий момент по данному показателю на самые лучшие результаты, но точнее не у нас, а у американской экономики с 1969 года. Четыре отчета в месяц этих данных настраивают на довольно оптимистичные ожидания по ежемесячному релизу Non-Farm Perils, то есть это сильнейший отчет по состоянию американского рынка труда. Но с сектором рынка труда мы уже, друзья, давно разобрались. Мы вроде бы как сюрпризов там не ждем. И также уже давно смирились с тем, что нужно посматривать и на другие сектора американской экономики, потому что рынок труда при всем уважении к нему не сможет вытащить экономику США. И если на площадке говорят о рисках, связанных с общим спадом мирового экономического роста, я думаю, вы все знаете откуда дуют ветра, то в отношении собственно американской экономики очень важно сейчас искать еще признаки слабости вот в других секторах, чем мы и занимаемся. Также сегодня в 16-30 годовые данные по темпам экономического роста и основной индекс расходов на личное потребление. Вот, собственно, вот эти два релиза будут иметь куда большее влияние на доллары. Мы непременно увидим это в волатильности нашей излюбленной валютной пары доллар-иена, поскольку эта статистика, она, конечно же, повысит вероятность определенных изменений национальной денежно-находительной политики Федрезерва. Мы за ней следим. И с учетом последней позиции Джерома Паула, которая была подтверждена на этой неделе, точно знаем, что с процентными ставками ничего происходить не будет, ну в плане агрессивного роста. Уже даже смирились с тем, что эти темпы ужесточения политики будут более скромными, и для нас это хорошая дорога, хорошая возможность для того, чтобы торговать долларом через снижение. Если сегодня статистика, друзья, разочаруют по темпам экономического роста, по индексу расходов на личное потребление, тогда у председателя ФРС будет еще один аргумент обращать внимание даже не на глобальные риски, а на определенные трудности на внутреннем рынке. И для нас это почва, чтобы также настойчиво говорить о том, что доллар должен оказаться ниже текущих значений. Ну а теперь давайте по основным инструментам, чуть подробнее с нефтянки, как и всегда, мы начнем. Нефть нас снова радует, постепенно растет. Вчерашний день довольно неплохой по восстановлению ценовых позиций. Хай составил 66.86, сейчас чуть-чуть мы откатили, 66.30. Я надеюсь, что вы все, друзья, не расстраивайтесь. Вы видите то, что участники рынка покупателей в основном перехватили инициативу и снова тащат бренд к уровням, которые ранее были обозначены в районе нашего целевого сопротивления в 70 долларов за баррель. Я обеими руками за то, чтобы держаться этого ориентира и дальше. Я уверен, что эта цель, друзья, будет сделана. Но потом мы, скорее всего, возьмем чуть более продолжительную паузу, потому что нужно будет чуть уважительнее отнестись к рискам для этого рынка и возможностям, которые, может быть, будут более, скажем, эффективно использованы уже не покупателями, а продавцами. Что касается вчерашнего дня, почему мы неплохо выросли, я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, это выступление торгового представителя США, которое некоторое время назад с Аманучиным принимал участие в делегации и во всем переговорческом процессе между США и Китаем. Так вот, он, можно сказать, отчитывался в Палате общин и действительно снова сделал большой акцент на достигнутый прогресс и подтвердил то, что 1 марта Соединенные Штаты Америки не повысят импортные пошлины на китайские товары. То есть, как и обещал Трамп, эта дата гибкая и фактически можно говорить о том, что торговое перемирие будет продолжено как минимум до конца марта. А в середине следующего месяца, как вы помните, пройдет встреча между лидерами США и Китая. И позиция оптимистов сводится к тому, что эта встреча может стать судьбоносной для вот этого долгожданного соглашения, которое преодолеет очень долгие торговые разногласия, ставшие причиной полноценной торговой войны. Это, безусловно, улучшило настроение, потому что я уже очень много раз вам рассказывал, что раз снижаются глобальные риски, значит повышаются ожидания, что экономика продолжит расти, а за ростом будут и более высокие объемы спроса на углеводороды, так же, как и на все сырье. Другой фактор поддержки – это вчерашнее заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха, который подтвердил приверженность региона к текущему соглашению по снижению объема добычи и планам еще большего снижения и сокращения нефтепроизводства. В частности, планы мы вроде как помним, если в них ничего не поменялось, то в марте Саудовская Аравия планирует снизить добычу еще на 500 тысяч баррелей. Я думаю, что с учетом тех темпов нефтедобычи, которые сейчас наблюдаются в Штатах, скорее всего, именно в схожих объемах снижения мы реально и увидим. То есть Саудовская Аравия не испугалась критики Трампа, хотя, может быть, и испугалась, но мы не, скажем, в коротком интервале времени на ближайшие дистанции не сможем понять, как будет действовать Саудовская Аравия. Но, судя по заявлениям, вроде бы как они не собираются отказываться от тех действий, которые ранее стали причиной роста котировок нефти. И третий фактор, друзья, это статистика по запасам минус 8,6. Прервали мы тренд из пяти недель увеличения запасов, сейчас сокращение. То есть накануне у нас, вы помните, вышел отчет Американского института нефти, там, правда, сокращение было уменьше, но все равно у них тенденция выдерживается в последнее время. Я думаю, что на следующей неделе мы будем снова говорить с вами о высокой степени корреляции между этими отчетами. Причина снижения запасов, рост экспорта, сокращение импорта. Даже вот мне интересно, почему импорт так сильно просел. Я покопаюсь, поищу и поделюсь потом с вами этой информацией. В целом, друзья, резюмируем. Пока фон явно бычий. Может быть, он и не создает условия для резкого роста, но, согласитесь, это фон, на котором лучше пока что порасти и последовать вместе за всем рынком в рамках вот этого восходящего тренда. Евро против доллара 1.1375, как и обещал сегодня, мы с вами с головой уходим в оценку бизнес-оптимизма, доверие потребителей, сразу несколько релизов. Я признаюсь, друзья, даже был удивлен, вот разбирая содержание экономического календаря, что в Европе столько индикаторов, которые оценивают настроение. Вот смотрите, помимо ЗЮ и ИФ, которые мы традиционно с вами разбираем, вчерашний релиз уровень доверия потребителей, как отдельный отчет, минус 7,4 снижение индекс делового оптимизма в промышленности, тоже спад, уход на отрицательную территорию, минус 0,4%. И в целом индекс настроений, тоже снижение с 106,3 до 106,1. До этого, неделю назад, у нас были не менее слабые данные по ЗЮ, по ИФ. Я, надеюсь, вы понимаете, снова клоню к тому, что это все отдельные, скажем, черты, мазки общей картины слабости еврозоны. Поэтому мы с вами неуклонно приближаемся к очередному заседанию Европейского Центрального Банка, в ходе которого драги придется оперировать вот этими вот всеми цифрами, данными, статистикой, исключительно слабые. Ну, за редким, может быть, исключением, какой-то сектор выбивается в небольшой плюс, но тенденция все равно остается нисходящей. Я надеюсь, что вы помните тот крайне печальный и мрачный релиз по активности производственного сектора Германии, который оказался на минимуме за последние 6 лет. Я не просто так коснулся этого отчета. Сейчас я снова пытаюсь освежить, скажем, в памяти у всех ту угрозу для экономической рецессии, которая все еще актуальна. Я надеюсь, друзья, вы понимаете, что при такой экономической конъюнктуре у еврозона немного шансов выйти на какие-то достойные для такого региона показатели экономического роста. И до тех пор, пока этого не произойдет, конечно же, Европейский Центральный Банк не позволит себе действовать по иному механизму, кроме как через политику мягкого и тотального такого экономического стимулирования. Поэтому по евро я новых сделок давать не буду. Я рекомендовал продавать еще раньше. Для тех, кто не действовал, продавать поближе к отметке 1.14. Рост периодически может возникать. Мы все-таки ориентируемся на долгосрок. Ни в коем случае не переживайте, не метайтесь, держите короткие позиции, потому что текущий фундамент только к ним располагает. Доллар против иены 110.80 тоже довольно вялая динамика. Да и вообще рынок мог бы быть, наверное, поактивнее с учетом актуального фона. Но вот пока что копятся, видимо, козыри, сигналы, база для того или иного движения. Мы сохраняем свои прежние позиции и ждем, что для доллара будут вырисовываться не самые лучшие перспективы. Вчерашнее выступление Паула в Конгрессе, второй день. В двух словах снова он отметил, почему американский регулятор теперь будет склонен к менее агрессивным темпам ужесточения денежно-кредитной политики. Пообещал в ближайшее время представить план по сокращению баланса. Также напоминаю, друзья, очень важный момент, что 1 марта вступят ограничения на, собственно, в отношении потолка государственного долга и размещения облигаций. Может быть, все-таки, конечно же, договорятся Трампа с Конгрессом о том, что эти операции останавливать нельзя. Но я предлагаю пока все-таки поспекулировать на теме того, что этот потолок будет достигнут и поспекулировать на теме того, что, может быть, действительно облигации больше размещаться не будут и, соответственно, не будет так сильно выедаться ликвидности с площадок. Поэтому для доллара, как был сделан уже акцент, может быть, наступают не самые радужные времена на такой долгосрок. В общем, держим пока короткие позиции. Я уверен, что справедливыми уровнями для пары доллар-иен являются значения ниже отметки 110. Доллар канадец 1.3155. Волатильные, кстати, дни выдались для канадца последние две недели. Но он мечется. Нет тренда. Мы видим то периодический рост, то падение, которое приходит на смену этому росту. Канадец анализирует и обращает внимание только на нефтянку. Потом, видимо, она доедает. Уже больше акцент делается на статистику. В частности, вчерашний день мы видели то, что нефть укреплялась. Да и в целом канадский доллар тоже укреплялся. Мы уже претендовали на движение в районе планки 1.31. Но когда вышли данные по индексу потребительских цен, 1.4% в годовом выражении с 2%. Это снова забросило на рынок идею о том, что Банк Канада не очень-то и готов к тому, чтобы повышать процентные ставки. И в моменте мы увидели откат канадца. Не знаю, какие выводы из этого делать. Судя по последней реакции, видимо, канадец снова стал уделять больше внимания статистике. Давайте проверим это в пятницу, то есть уже завтра, когда выйдут данные по темпам экономического роста. Мое мнение, как стороннего наблюдателя, не аналитика и не трейдера, который непосредственно торгует долларом, а канадцем, то, что эта пара имеет больше шансов подойти к поддержке 1.30. Если вас оно устраивает и если вы согласны, тогда, друзья, вам удачи. Фонд против доллара 1.3348. Это хай, сейчас мы откатились на 50 пунктов. 1.33. При этом самое интересное, что растем мы на старых, как говорится, дрожжах, которые в целом не такие уж и переломные для фундамента британского. В частности, вчера роста, точнее не вчера, еще накануне, за день до этого, был активизирован за счет разговоров о том, что удастся продлить переходный период, точнее официальный выход Англии из состава Европейского союза за пределы 29 марта, ну то есть до еще парламентских выборов в ЕС, то есть до конца, получается, апреля. На этом рынок вырос. Вчера снова в парламенте обсуждали эту тему и вроде бы как пришли к соглашению о том, что действительно сроки будет перенести, может быть, даже целесообразно. В частности, за это проголосовали 502 депутата, против, отдали свои голоса только 20, ну очевидный перевес. Что это значит теперь? Это значит то, что у нас несколько изменилась дорожная карта дальнейших важных событий. Теперь мы ждем с вами не 29 марта, а 12 марта, когда состоится повторное голосование, в ходе которого Тереза Мэй попробует через палату общин протащить ранее согласованное с Европейским союзом соглашение о выходе из состава Европейского союза. Если она терпит очередное фиаско, и палата общин отклоняет его, я в этом не сомневаюсь, потому что документ не изменился, и какой смысл голосовать за него сейчас в неизменном формате, если мы помним жесткую позицию правительства, точнее парламента, против этого документа ранее. Соответственно, 12 марта мы с вами увидим еще одно поражение, скажем так, мэй, 13 марта через день состоится голосование за то, чтобы исключить возможность выхода Англии из состава Европейского союза на условиях жесткого брензита. За это точно проголосуют. И, соответственно, сразу через день после этого, 14 марта, уже пройдет голосование о переносе сроков. То есть фундамент, который был очевиден, известен нам еще два месяца назад, мы знали, что сроки перенесут, потому что нужно хоть как-то выиграть время, чтобы попробовать найти общий язык. И я считаю, что, друзья, можете критиковать меня сколько угодно, можете не соглашаться, ну, я больше, конечно же, буду рад, если вы согласитесь, что это не тот фон, на котором сейчас можно расти. Потому что перенос сроков голосования, если можно было бы поставить своеобразное равно, это не достижение соглашения, когда Англия сохраняет доступ и к таможенному союзу, и к единому европейскому рынку. То есть перенос сроков – это не нахождение консенсуса и компромисса под тому же самому спорнейшему вопросу о бэкстопе, границе с Северной Ирландией. То есть основные камни преткновения, они еще сохраняются. И выиграть время – это не значит достичь условий, при которых Англия сможет покинуть Европейский Союз на тех условиях, которые приемлемы для нее. Я держу короткие позиции и верю в то, что они принесут свои плоды в ближайшее время. Фонд – это, скажем, мое новое бремя. Да, в прошлом году мы на нем, в этом, заработали. Но я хочу заработать, друзья, еще больше, потому что знаю, что фонд в любой момент может показать серьезную слабость. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.